Дорогие друзья! Там и господа! История от Евгения Оказывается, ребятам-то с самого начала Нуж было только, чтобы их выебли И все! Современно! Я очень, я очень плохой Но накажи меня Знаете, за что я люблю шоу «Что было дальше»? Да за то, что каждый приходящий гость Получает по заслугам И даже если мы не знаем, кто это такой И чем он занимается Поверьте, ребята нам подскажут Как нужно относиться к данному человеку Яркий пример этому Евгений Понасенков Который по личным качествам и по поведению Стал одним из худших гостей шоу Ну потерпите же! И как бы Понасенков не старался показать Некую элитарность и возвышенность Над всеми остальными На деле в комментариях Многие люди признали, что разочаровались в нем Ожидая от него большей самоиронии И историк, по их мнению Оказался обычной занудой И это только то, что мы смогли увидеть На конечном монтаже Какие-то провинциальные разговоры Но учитывая поведение Понасенкова за кадром И что творилось там Даже многие последователи его Останутся в недоумении Понасенков, который там В один вечер со мной В этой программе Он тоже как гость был Он тоже как гость был Он должен был вторым идти Но он там закатил истерику И говорит, если я первым не выйду То я отсюда уеду Потому что он вел себя Как некая неженка И маленькая истеричная девочка Причем как до передачи Так и после Придется попрощаться Ну а кто такой Понасенков? К сожалению, на этот вопрос Не существует простого ответа Я таких персонажей называю Культурные объекты Человек-феномен, разделивший всех Кто о нем слышал и видел На два противоборствующих лагеря Одни утверждают, что он фрик и клоун Другие же уверены Перед ними гений, тенор И выдающийся ученый истории При этом, кем только Понасенков Себя не называет А бытует в интернете и мнение Что он обладает еще тысячи умений В каждом из которых превосходен Ты сам не вахуй Но по большому мнению У Понасенкова сложился образ Самовлюбленного интеллектуала-демагога Который при всей его элитарности Не стесняется грубо Оскорблять тех, кто ему не нравится И выражать противоречивые мнения А принцы сношались со всеми Благодаря запоминающимся цитатам Харизматичности и активности в соцсетях Евгений продел целую армию фанатов И стал героем множества мемов И как вы уже успели заметить Походу шел, что было дальше Все посвященные Понасенкову посты Фразы и выражения Обычно сопровождаются припиской О гениальности историка А Евгения называют даже маэстро Маэстро! Браво! Но упиваясь такой мнимой славой Понасенков не замечает главного Наука до сих пор пытается установить Выкупает ли сам Понасенков Всю суть происходящего Несмотря на то, что сам Евгений Называет себя историком Политологом и режиссером И так далее Человек-мем ведет свой Ютуб-канал здравого смысла И видео именно оттуда Стали нескончаемым источником Контента для создателей мемов В которых примерно с 2017 года Понасенков стал регулярно фигурировать Я, конечно, очень талантлив Нет, собрано вот это произведение Но это из меня собрано Да, из вас Конечно И до сих пор анонимы То ли всерьез, то ли ради троллинга Воздают хвалу Понасенкову И обсуждают его идеи Мемы про Понасенкова Почти всегда выставляют его гением Маэстро И вообще великим человеком С уникальными идеями Скорее всего, началось это Как часть троллинга Но самое удивительное Что все больше пользователей Воспринимают такой подход С полной серьезностью Стоит отметить, что у Понасенкова Действительно есть большая фан-база Под каждым видео Встречаются комментарии Комплементарного характера И не всегда ясно Написаны они всерьез Или ради троллинга Потом некоторые приходят ко мне И начинают Передо мной извиняться Это уже к ночи Но вот в комментариях Под видео Что было дальше Разочарованные поклонники Маэстро И простые зрители Которые просили участия И приглашения Именно этого человека На шоу Осудили бывшего кумира И посоветовали ему Научиться самоиронии А также воспринимать юмор Более здраво И взросло Ну ведь Вот вы костюмы одели А шутки как будто без костюма И даже несмотря на то Что все прихоти Понасенкова До шоу были выполнены Плюс он там условия Всем поставил Если парни Будут не в костюмах В пиджаках Там рубашечках Он тоже не выйдет Как только тот увидел комиков Одетых в классические костюмы Имитирующих его смех И сдержанные Аристократические манеры Маэстро просто сжал губы И не стал сдерживать Недовольство И раздражение Вы можете между собой У себя Без меня Заниматься Чем угодно Понасенкову Сразу не понравилось Что в течение разговора Комики постоянно Перебивают друг друга И его самого В конечном итоге Маэстро с каменным лицом Не обращая внимания На попытки юмористов шутить Пытался продолжать Свой монолог Алло Я тут Есть некий У нас Раз Я же не брал От вас трубку Но поведение Участников шоу Его по всей видимости Возмутило Как бы не старались Юмористы вызвать Улыбку историка Понасенков был Непреклонен На каждую сценку Комиков Или диалог Маэстро реагировал Предзрительным взглядом И плотно сжатыми губами И ехидной Конечно же Улыбкой В конечном итоге Гость не выдержал И высказал Все что думает О комиках Естественно Были и вроде бы Как и неплохие шутки Но странно Что они были Как говорит сам Маэстро Низкого качества Построено На обычном мате Это не подъебал Это выеб Ну как говорится Что ж ты Аристократ сдал назад Но вот многие Зрители Которые когда-то Просили создателей Передачи Пригласить в качестве Гости Маэстро Пожалели о своем решении В комментариях Многие люди признались Что разочаровались В кумире Ожидая от него Большей самоиронии А историк По их мнению Оказался просто Занудным Скучным И невоспитанным Как бы он не пытался Показать обратное Многие просто Ожидали от него Большего А зрители отметили Что даже тот же Александр Емельяненко Который был Вторым гостем После Панасенкова Понравился им Намного больше Потому что Смог органично Вписаться в компанию В отличие от По их мнению Самодовольного Панасенкова У меня такое ощущение Что вы прям Кончаете на это Ну и конечно Евгений Раскритиковал ведущих Обвинив их В непрофессионализме Указав на то Что шутить Тоже надо уметь Чтобы шутить Если у вас нет Таланта Нужно Хотя бы Готовить юмор Заранее Нужны сценаристы Нельзя же просто Так выходить На аудиторию Без ничего Но видимо сам Евгений В том числе Выступающий В жанре стендапа Ничего подготовить Так и не смог Так сказать Уже должен пойти По делам своим И если бы не Профессионализм Самих комиков То ничего бы Смешного Скорее всего В данном случае Мы бы с вами не увидели И на мой взгляд Было бы показательным Просто дать ему Возможность встать И уйти из шоу И каким бы героем Мемов Не был бы Панасенков Переиграть И уничтожить Комиков Что было дальше Ему не получилось Ну что ж Не так-то ты Из-за своеобразного Поведения Отсутствие информации О личной жизни И высказываниях Самого Панасенкова Много шуток Ходит и по поводу Его ориентации И мне странно было Почему Комики Не стали этого делать Ну скорее всего Это было Одно из условий Самого Панасенкова Или его команды Но проскочившая Единственная шутка На эту тему Стала чуть ли не Главным болтом Сем-передачи У меня огромная коллекция Дилдор Вещей и книг Посвященных Дам Но удивляет Тут и другой факт Что по аналогии С пойманным Преступником Маэстро пытался Сбежать с места Преступления Когда его поймали С поличным Не вызывает ли Это у вас вопросов И как бы Панасенков Не пытался Показать нам В своих видео Образец Мужественности Настоящего мужчины Что обсуждалось Настоящими мужиками По заветам Бэткомедиана Мужики в форме Мужики в форме Но прям Аристократы Голубой крови Но о характере И личности Самого Панасенкова Многое может сказать И конец передачи Что было дальше Когда несомненно Маэстро Просто забыл сказать Что было дальше Скинул всю вину На Нурлана И якобы тот Не сказал Так нужную фразу Что было дальше Нет Так я уже Было посередине Забыл Ты Но не это ли Образец Настоящего мужчины Гусара Аристократа И историка Скорее всего Нелепость Всего происходящего И своего поведения Апанасенков Понял и сам Угрожая Создателям шоу Судебными спорами Если те Покажет его Не в лучшем свете И не в лучшем виде Ну они его съели Они его съели Съели Он прям шел Полеситься И смотрел В пол Не понимал Ничего И Мат перемать Я не знаю Какой он литерат Ну а будет ли продолжение Всему этому Увидим дальше Но на этом все Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok